Уникальное видео и относится к той части или к той рубрике, когда с того света попросили передать. Перед тем, как мы начнем, сразу хочу сказать, что никого ни к чему не призываю, не принуждаю, не заставляю. Делитесь исключительно своим жизненным опытом, своими жизненными наработками. Ответственность за свою жизнь вы несете сами. Это видео будет разделено на две части, но они между собой переплетаются. Первая часть это будет по выполнению моего задания от Мухоморов. Несколько месяцев назад мне написал парень ВКонтакте, зовут Дмитрий Чайкин, задонатил 700 рублей и попросил передать аудитории, в чем, собственно, заключается сила благодарности и зачем это все необходимо делать. Я говорю, хорошо, благодарю, я подумаю, как это сделать и как-то оно забылось. И вот относительно недавно, как оно там часто и бывает, да, на грибах от компании Кедр мы с Надей пошли в путешествие. Сначала стандартное, как и в всех предыдущих видео. По громовкам не буду говорить, потому что в моем случае это суммарно было больше десятин. Я даже об этом писал небольшой пост в МДМ, сообщество закрытое. Здесь все написано, сегодня буду озвучивать. Так вот, мне в этом путешествии пришло задание. Нужно, вот и прямо вот четко, и вот Дмитрий Чайкин, вот по вот этому комментарию, по вот этому скрину, короче, сообщению. Нужно сделать благодарность, ответить людям. И тебе необходимо сделать 7 донатов по 777 рублей, точка 77 копеек. Я выхожу из этого состояния, у меня еще вот оно вот такое. Пишу в группу благодарности, где вот мы проводим ретрит благодарности. Говорю, ребят, нужно срочно 7 человек, чтобы выполнить задание. И люди такие, прямо на удивление, такие, да, да, я же не говорил, что именно нужно делать. Я говорю, да, да, давай, вот я готов, я готов. То есть, я потом уже сидел, анализировал, люди откликнулись, просто они думали, что нужно будет что-то помочь сделать. И они прям, можно я, можно я, можно я. Я такой думаю, вау, вот это интересно, конечно. Я говорю, нет, окей, все, кидай номер карты. И вот я 7 человек выслал, я сейчас даже в видео подтверждение закину, все благодаря Дмитрию Чайкину и Мухоморам. И высылаю 7 человек, и пишет еще девушка, говорит, я, говорит, как бы вот не успела. Я говорю, ну ладно, давай тебе еще. Скидываю 8 человек, и самое интересное в том, что там был человек Евгений.р. Я когда просматривал, думаю, слушай, неужели я в какой-то момент прям запарился вот так вот на автомате и сам себе отправил. Оказалось, что нет, он тоже Евгений,р, там, точка. И он мне их возвращает обратно, говорит, нет, давай лучше, можно совет, просто совет. Я говорю, окей, без проблем. И получается, что даже в этом случае грибы обмануть невозможно. Они сказали 7 человек по 777.77. Я даже здесь подумал, 8, нет, 1 даже вернули. Так вот, к чему я всю эту прелюдию делаю? К тому, что Дмитрий Чайкин, ты запустил интересное мероприятие благодарности. Грибы его поддержали, я его тоже поддержал. А теперь к основной части. Здесь все много чего исписано, поэтому буду периодически подглядывать, потому что донести нужно будет очень-очень много. Повторюсь, несколько дней назад мы с Надей все пошли в путешествие. И без ожиданий, без ничего, просто вот оно как-то вот пошло и пошло. И я понимаю, что в какой-то момент меня начинает трясти. У меня прям вот это состояние, знаете, вот сердцебиение усилилось. Мне как будто так вот импульсом в тело возвращают. Я открываю глаза, у меня вот так вот всего трясет. Но в то же самое время ум спокойный, все как бы хорошо. И вот идет вот эта информация. Буду периодически подглядывать. Суть в том, что тема, да, путешествия оказалась баланс, да, или чувство меры. Я сейчас на экран выведу небольшую такую схемку. Мне и неопонент будет озвучить. Собственно, в чем суть? В том, что четко, наглядно показали, что человечество это уникальнейший эксперимент во всей, наверное, вот этой вселенной. Может быть там еще где-то есть. Но мне сказали, что это уникальный эксперимент. Потому что есть темные сущности, есть светлые сущности. А человек это единственная экспериментальная такая субстанция. До этого эксперименты не удались. Поэтому все цивилизации были обнулены. И вот наша цивилизация, она дошла до такого момента, где в человеке объединили темную энергию и светлую энергию. Я сейчас немножко поясню схему, график прямо от руки. Смотрите, нужно смотреть сначала вот так. Нижняя часть до точки. В середине точка это любовь, баланс, мера. Нижняя часть это, грубо говоря, первые три чакры, где большинство людей и живут. Это потребности тела. Это, грубо говоря, темная сторона. Это проявленная часть, верхняя часть точки над любовью. Это идет потребности духа. Это идет светлая сторона. Это идет непроявленная часть. То есть непроявленная это вот любовь. Вот ты как ее можешь почувствовать, потрогать? Никак. Как ты можешь почувствовать, не знаю, голос, какие-то вот такие моменты ясновидения? Как ты это можешь почувствовать? Никак. Нижняя же это где страхи, то, что движет телом, это то, что безопасность, это достигательство. Сейчас вы сами поймете. Так вот, в чем, собственно, прикол именно человека? В том, что в человеке совместили две сущности. Одна низменная, одна вот такая, знаете, животная эго, да, грубо говоря, которая все я, я к себе, все вот как черная дыра, все в себя втягивает, и ее всегда мало. И совместили другую, божественную. Та, которая как солнце, она светит. Она просто освещает, потому что это естественное состояние. И вот человек – это конструктор, где взяли их, совместили, и смотрят, как это все сейчас будет работать. И самое интересное в том, что на нашей цивилизации, вот как это все рассказывали, да, я еще спросил, а кто это говорит? Да, мне стало любопытно. И мне сказали, вы все равно не поймете. Я говорю, а как называть вас? Они говорят, можешь называть нас, типа, коллективное бессознательное? Для вас это будет проще понимать, чем там какие-то четкие имена и так далее. Вот человеку скажи бог, он же сразу насчет, что ты войдет куда делать, там, икону рисовать, то, что нужно конкретно, четко визуализировать. И имя этому даст. А у этого нету имени. Все сказали, вот, все, мы везде, нигде коллективное бессознательное. Так вот, любовь посерединке, да, баланс. Когда человеку говоришь, нужно идти к свету, нужно идти к Богу, духовное развитие, что представляет обычный человек, да, то есть, ну, давай-ка про себя. Всегда мысль идет из крайности в крайность. То есть, нету какого-то баланса вообще никогда. Когда человеку говоришь, вот, все, к духовному, он, значит, что представляет? Что человек, он конкретно, будет сидеть в лесу, молиться к колесу, в наведренной повязке, и все, и так вот он, как бомж, будет существовать. Типа он высокодуховный, да? Вот, если высокодуховный, значит, вот это вот человек, он именно высокодуховный. Ему материальное ничего не нужно, хотя тело его материальное, и все, он питается только солнцем. И здесь вот верхняя часть, давайте рассмотрим, то есть, нижняя часть, он живет на подаянии. То есть, он, его доход именно на подаянии, то есть, то, что ему дадут, он это принимает с благодарностью, и он на это живет. И вот в этом состоянии, вот в этом состоянии духовности, человек хочет найти ложный баланс, даже здесь. Поэтому он живет на подаянии, а головой стремится туда, где вот, я написал почему-то садх, да? Типа садх, вот эти садхи индийские. Ну, на моем языке это так донесли. Это сознание Бога, или отказ от материального. То есть, по факту, даже в этом состоянии, человек может себя обманывать. Он живет в материальном мире, но как будто материальный мир ему не важен. И он все равно от этого может страдать. Либо же человек говорит, нет, мне ваше духовное, вот вообще нафиг не надо. Мне вот нужно достигательство, мне нужны деньги, там, статус, положение. И он тогда вот из баланса любви идет вниз. Вниз это тоже идет ложный баланс, где человек отказывается полностью от каких-то духовных стремлений, ему это не нужно. Он чисто достигатор. Ему нужно там миллиарды, 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 ему все надо, надо, ему все мало. Он все загребает. Это его смысл жизни. Он даже не знает, зачем это он делает, но ему это почему-то хочется. Это как черная дыра, это вот эго. И здесь у человека тоже есть ложный баланс, потому что духовное для него это благотворительность куда-нибудь там в церковь, допустим, или еще куда-то. Вот жертвовать Богу, или по-другому это откуп грехов идет. То есть, представляете, взять два вот этих человека, вот один такой весь высокодуховный, который в набедренной повязке. А еще, кстати, очень интересный момент, что показали, что наша цивилизация об успехе судит по своему заду. То есть, если человек успешный, то у него золотой унитаз. Если человек высокодуховный, то он с голым задом. То есть, вот почему-то в нашем мире это вот так вот принято, что нету баланса вот либо так, либо так, да, выбирать. И вот эта схемка, она идет вниз, это то есть к себе, все себе, мне мало, мне нужно, нужно. И либо вверх, это от себя, то есть ты полностью вообще никто, ты посвящаешь себя Богу. Вопрос в другом. Кто Бог? Вообще, чему ты, зачем ты здесь живешь? Кто Бог? И показали, что нужно найти баланс в этом мире. Найти баланс между темной своей энергией и светлой своей энергией. Не нужно ни с кем воевать, хотя многие воюют. Нужно найти, вот знаете, вот этот значок инь-янь, примирение и того, и другого. Смириться, что в тебе есть и то, и другое. Эго твое, сила вот эта твоя животная, она дает тебе энергию, она дает тебе возможность жить и выживать в этом мире. А стремление туда выше, оно дает тебе возможность проявлять этот мир через вот эту животную энергию, трансформировать ее в свет, трансформировать ее в энергию, благость, созидательство, творчество, помощь другим. То есть, здесь нам, как цивилизации, необходимо найти этот баланс. И вот про что я говорю в этом видео, что, кстати, многие говорят, и им приходит в трипах, что сейчас создается четвертая цивилизация, новая цивилизация, осознанная цивилизация. Это вот центр сердечной чакры, когда люди будут жить через призму любви и помощи друг другу. Вспомните себя в детстве. Вот такая интересная ситуация, да? Мы как одна большая метаморфоза, как человеческий вид. Ты, когда ребенок или подросток, ты думаешь, я хочу вырасти, помогать этому миру, людям, хочу как-то нести свет, а потом сталкиваешься с суровой реальностью, и этого не получается. Тебе приходится идти искать работу, искать какую-то деятельность, бизнес, чтобы прокормить самого себя. И в какой-то момент многие перегибают палку, они идут в сторону достигательства, повторюсь. И тогда у человека повозникает внутренняя пустота, и ему как бы он не понимает, а зачем это все достигательство, к чему это? Ну вот там у меня счет в банке там восьмизначный, а дальше что? И вот любовь, да? Любовь – это баланс, потому что человек может быть и духовным, и материальным одновременно. Вот нам сейчас, как новой осознанной цивилизации, необходимо прийти к этому. Это баланс, это чувство меры, когда у тебя есть и то, и другое. Ты и закрываешь все свои базовые физиологические потребности, и у тебя еще остается, чтобы ты помогал этому миру жить, помогал этому миру развиваться. Причем не просто финансово, а через свое предназначение, через пропускание потока вот этой энергии любви через себя, и проявление ее в мир через свое предназначение, повторюсь. Ты проявляешь это вот так вот. Вот это новая осознанная цивилизация. Поэтому мы для них – это просто уникальный эксперимент, в котором объединили темную и светлую сторону, смотрят и думают, а что сейчас вообще получится? Там какие-то до этого эксперименты не удались. У этой вроде что-то начинает проклевываться, поэтому сейчас идет бум, на грибы, да, как ни странно. Потому что показали, что грибы – это хирургическое, уже неотложное вмешательство в человека, где он проходит от уровня, я даже это написал, трансформации сознания, вот грубо говоря, внутри. У нас, типа как у цивилизации, было много времени, чтобы прийти к этому самостоятельно, через духовные практики, через просветление. Но это все было настолько уже исковерканно, извращено, что сейчас уже крайняя мера, говорит, вот, вам уже все к хирургу, вот они вот, пантерики, вам к хирургу, никого ни к чему не призываю, чисто вот делюсь своим опытом. Вот мухомора – это хирургическое вмешательство для для трансформации сознания или, по-другому, второе рождение человека. Также он обучает чувству меры между необходимым и достаточным, между золотым унитазом и набедренной повязкой. Так, это я сказал. А, ну, что такое чувство меры, да? Хочу еще акцентировать внимание. Это базовые физиологические потребности для выполнения своего предназначения, как аватара, во благо развития всей цивилизации и каждого существа в целом. И начни с себя, и начни сейчас. Вот небольшое такое, знаете, вот небольшое вот такое вот видео. Надеюсь, оно было хоть немножко понятным. Интересные времена начинаются. И эти времена мы с вами застали. И мы с вами сейчас на них смотрим, наблюдаем, вот прям изнутри. А еще, кстати, забыл момент, что сейчас вот эта смена идет, вот эта эпоха, вот эта трансформация. И очень многие существа идут сюда, в телес, вот в человеческие тела для вот этого уникального опыта. Потому что, я повторюсь, есть светлые, есть темные. А эксперимент, где совместили и темные, и светлые, такого еще, это уникальность. Поэтому многие сущности сюда лезут со всех щелей, чтобы получить этот опыт. Научиться вот этому чувству вселенского баланса, вселенского вот этого чувства меры, где ты, как вселенная, сочетаешь в себе и то, и другое. Это уникально. И это очень важно. Все. Не прощаюсь с вами. Субтитры создавал DimaTorzok